Добрый вечер. Вернулась украинская премьер-лига. В 14-м туре состоялось 7 матчей. Заря взяла реванш у Дисны 2-1 за поражение в первом туре в августе. С учётом всех товарищеских игр подопечный Скрипника, они проигрывают уже 4 матча, 2 победы и 2 ничьи. Пятый гол в чемпионате записал на свой счёт Тотовицкий, а у Александра Гладкого дубль он в топе. Минай при двойном территориальном преимуществе уступил на своём поле Львову 1-2. Минай в итоге опустился на последнюю строчку таблицы, а вот Львов не проигрывал ни единого матча на сборах. С учётом всех игр команда имеет сейчас 7 встреч без поражений. Альвара Таварыш из Бразилии, автор двух мячей. В этом сезоне это его первые голы. Динамо уверенно переграла Олимпик 1-3, позволив лишь раз пробить в рамку собственных ворот, которые оберегал Бущан, но не уберёг. Киевляне провели 8 контрольных поединков перед возобновлением премьер-лиги и в 4-х из них сохранили свои ворота сухими. Один из матчей был против сборной Иордании. Гости доигрывали этот матч в девятером. Отмечаем очередной дубль в туре. Артём Беседин был точен. Матч между Колосом и Шахтёром перенесли с субботы на воскресенье из-за сложных погодных условий. Действующий чемпион потерял очки. Игра закончилась 0-0. Напомню, в августе команда Каштру была сильнее со счётом 3-1. Шахтёр успел провести 6 товарищеских матчей, проиграв лишь в одном Словану из Братиславы 0-1. Мариуполь с таким же минимальным счётом уступил Александрии 0-1. Таким образом, проиграв второй раз в сезоне. Команда Остапа Маркевича не знает побед с ноября, когда последний раз выиграла у Львова. Надо отметить, что у Александрии 5-я атака в сезоне, 20 забитых голов. А вот у Днепра 1 худшая оборона. Однако клуб сумел переиграть Ингулец, который подошёл к поединку с серией из 4-х товарищеских побед. В этом сезоне клубы встретились уже в третий раз, дважды до этого, закончив в ничью. Дебютный гол в Украине забил бразилец Дуглас Силва. Ворскла не сумела победить одного из аутсайдеров Рух 1-1. Напомню, что первый матч в истории этих команд завершился разгромом 5-2. Полтавский клуб за последние 8 туров выиграл только в одной встрече у Колоса в ноябре. Рух – это домашняя команда. На своём поле уступили только 2 раза из 8. Следующий тур пройдёт с 19 по 21 февраля. Олимпик, Днепр 1, Мариуполь, Заря, Александрия, Минай, Львов, Колос, Ингулец, Ворскла, Шахтёр, Рух, Десна, Динамо. Это ключевой матч между первой и третьей командами. На вершине списка бомбардиров находятся Захиди, Олимпик, Цыганков, Динамо, у которых по 8 голов. Нурриев и Гладкий имеют по 6 мячей. Ковалец, Александрия, Юрченко, Заря, Гуцуляк, Десна, Пердута, Ворскла отметились 4-мя голевыми передачами. Дистанция Динамо от Шахтёра выросла до 3-х очков. Оба клуба пропустили по 11 мячей. Однако Горники остаются единственной командой без поражений. Десна и Заря делят третье место по 23 очка. Ворскла – 5-е, 21-е. У Александрии и Колоса равное количество баллов по 19. В середине таблицы Олимпик, Мариуполь, Львов – 10-й. Здесь интрига. Днепр 1, Ингулец, Рух и Минай разделяют всего лишь 1 очко. Ставьте лайк, если информация была полезной и интересной. Рекомендую узнать, кто имеет самую длинную карьеру в сборной среди стран бывшего СССР. Ещё услышимся.